Добрый день, уважаемые участники нашей конференции. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Знакомые лица все. Итак, сегодня мы начинаем с вами мастер-класс. Наша секция посвящена мастер-классу. И тема нашей секции — это экосистемный подход в дошкольном образовании. И сейчас это достаточно актуальная тема, потому что формирование экосистемного подхода оказали влияние следующие обстоятельства. Стало понятным, что деятельность человека должна быть опосредована знаниями о закономерностях, биологической и социальной жизни. Что объекты этой деятельности представляют собой сложные органичные системы, и во многие из которых входит человек. И что изменение этих систем обусловлено не только взаимодействием и взаимовлиянием входящих в них форм жизни и материи, но и внешними объемлющими структурами, в том числе сознательной деятельностью человека. Что, наконец, чтобы не разрушить эти системы, а также целенаправленно их развивать, минимизируя негативные последствия, необходимо продуманное управление. И все это, конечно же, начинается уже с дошкольного возраста. И сейчас нам покажет свой мастер-класс Паллада Елена Георгиевна, воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, дошкольное отделение «Лисичка», детский сад «Лисичка», город «Мытищи». Пожалуйста, Елена Георгиевна, вы готовы? Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Мною представлена презентация на тему развития экологического сознания у дошкольников младшего возраста. В этой презентации были освещены такие моменты, как принципы содержания экологического образования, такие как индивидуальный подход, научность, доступность, наглядность, систематичность, согласованность, комбинаторность, целостность, региональность и интегрированность. Экологическое образование дошкольников младшего возраста осуществляется через разнообразные формы деятельности. Одними из этих форм являются познавательная форма, художественная, эстетическая, трудовая и игровая. Индивидуальные и групповые формы работы с детьми, это представлено на одном из слайдов, видно, как дети с большим пристрастием наблюдают за живой природой, за пробуждением, в данном случае весны. Дети младшего возраста увидели некоторых впервые таких насекомых, как жука, улитку, очень долго проводились беседы по этому вопросу. Также были потом на эту тему проведены занятия. Все это было освещено в какое-то художественное творчество, то есть рисование аппликаций. Также существуют и практические методы формирования экологических принципов. Это экспериментальная деятельность, труд в природе и опыты. На одном из слайдов вы увидите, как дети с большим удовольствием принимали участие в выращивании небольшого такого мини-огородика на подоконнике нашей группы. С большим удовольствием они высаживали, ну да, в нашем случае, так как детки очень маленькие. Это лук. Они каждый день подходили к этому подоконнику, чтобы посмотреть, насколько плоды стали, ростки стали больше. И хвастали своими родителями, что вот это сделали именно они. И экспериментальная деятельность, конечно, была на высшем уровне. Также существует форма ознакомления с детьми на природе. То есть дети познают мир через природу согласно каким-то природным условиям, такими как дождь, снег. Недавно в этом году снег. Ну, мы остановили. На четвертом слайде видна экспериментальная деятельность. Не экспериментальная, а рассматривание картинок и наблюдение на природе, на живой природе, на живой природе объектов живой природы. То есть, как ранее было озвучено наблюдение за конкретном данном случае, за жуком и улиткой. Были, соответственно, во время наблюдения были рассказаны детям особенности этих насекомых, место жительства и, соответственно, по каким признакам они живут. На следующем слайде также уже было рассказано про практические методы. То есть, в данном случае это экспериментальная деятельность. Это наш мини-огород на подоконнике нашей группы, нашего детского сада, где видно, что дети с самого начала сами принимали активное участие в посадке за, соответственно, уходом и наблюдением за своей деятельностью. На следующем слайде озвучена форма ознакомления детей с природой, той же живой природой. Дети приняли участие в кормлении птиц, голубей, которые прилетают на наш участок очень часто, потому что дети активно принимают участие в уходе за птицами. Постоянно ведутся разговоры о необходимости охраны живой природы, голуби, которые являются непосредственными участниками. Также проводились прогулки на живой природе. Детям постоянно велись рассказы о том, почему необходимо эту природу охранять и как они могут навредить своими действиями. Следующий слайд. Не могу переключить. Следующий слайд. Это художественное творчество. То есть дети после исследований, после очень долгих бесед и разговоров попытались своими руками изобразить экологию, то есть живую природу через рисунки, пластилинографию, каких-то коллективных работ. Комплекс взаимосвязанных задач в области обучения и воспитания, развития ребенка, дошкольника, нацеленных на формирование экологических компетенций в пределах экосистемной познавательной модели может быть сформулирован следующим образом. Это освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, бережного отношения к окружающему миру, проявление лени, это формирование навыков рационального, природоиспользования повседневной жизни, также формирование умений и желания охранять природу и при необходимости оказывать ей помощь. То есть это видно на слайде, где дети бережно, очень и очень внимательно относятся к птицам и другим видам насекомых. Воспитание гуманного, эмоционально положительного, бережного отношения к миру, природу и окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к объектам живой и неживой природы. Также развитие познавательного интереса к миру, природу, совершенствование мотивационной сферы ребенка. Формирование первоначальной системы ценности ориентации – это понимание ребенком самоценности окружающей природы, как неотъемлемой части которой природой является и сам человек, сам ребенок. Формирование первоначальных умений, навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения – это развитие элементарных умений, предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей среде и формирование системы элементарных научных экологических понятий, доступных к пониманию ребенка-дошкольника во взаимосвязи с формированием умений, навыков наблюдения за природами, объектами и явлениями, развития комплексных экосистемных компетенций. Ну так, кратенько про свою презентацию я немножечко рассказала. Спасибо большое за Ваше выступление, Елена Георгиевна. Скажите, пожалуйста, вот у Вас разные эти мероприятия проводятся, они как часто, может быть, работаете еще, я знаю, над проектами с детьми? Конечно, наблюдательская деятельность, она проводится ежедневно, то есть даже если у нас в плане не запланировано какое-то наблюдение, то дети обязательно задают столько массу больших, несмотря на то, что в моей группе детки очень маленькие, и несмотря на это они задают очень много вопросов, ну и, соответственно, приходится более подробно рассказывать о всех этих наблюдениях. Проходят эксперименты, и эксперименты проходят у нас очень часто. Был у нас эксперимент с водой, когда, в каком состоянии может быть вода, то есть в газообразном, с помощью пара, там, зеркальца. Мы наглядно детям показывали, как вода может изменять, какие она имеет свои свойства и функции. Спасибо большое за ваше выступление. И сейчас экосистемный подход ведет вообще к изменению наших способов учиться, мыслить, жить и действовать на принципах взаимосвязи и сотрудничества. В образовании это позволяет перейти к сетевым моделям совместного добровольного обучения. И, пожалуйста, следующий мастер-класс у нас покажет Серегина и Ирина Александровна. Это школа Ломоносова, город Москва. Называется проект «Чистая планета». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Слышно меня? Да. Да, слышно. Ирина Александровна, мы, может, подождем сейчас, чтобы подгрузили вашу презентацию? Давайте я ее сама подпишу. Ну, в принципе, она для начала нам не нужна. Несколько слов общих можно? Значит, в дошкольных группах нашей школы реализуется программа «От рождения до школы». И один из разделов основной образовательной программы – это ознакомление с окружающим миром. В работе с детьми мы ставим перед собой задачи – развивать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления детской инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательности, развивать желание исследовать и экспериментировать, развивать у детей уманное отношение к миру природы и заботливое отношение к своему здоровью. Экологическая проблема – она одна из острейших проблем современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека. Человеку в течение жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и различные отходы. Бытовые отходы, которые появляются в каждой семье после похода в магазин в виде покупочного материала, загрязняют нашу окружающую среду. И большая их часть не разлагается в природных условиях или имеет очень длительный срок разложения. И чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить количество выпасных упаковок. А для этого надо им дать новую жизнь. И узнать все о способах утилизации мусора, научиться через практическую работу находить полезное применение бытовому мусору, тем самым внести свой пассивный вклад в частичную утилизацию и сокращение мусорных свалок. Если бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую среду, то их можно использовать вторично в виде полезных вещей. Косы по утилизации – это самый эффективный для решения проблемы избавления от мусора. Но для этого необходимо построить перерабатывающие заводы и изменить привычное поведение людей. Каждому научиться сортировать бытовой мусор. После выполнения практической работы передо мной стала задача выяснить, каким образом можно использовать эти отходы в дальнейшем, без вреда для окружающей среды. Что я и пыталась сделать, так скажем, на следующем этапе своего исследования. Детей очень заинтересовал вопрос, куда вывозят мусор, что у такой большой машины и что в них происходит дальше. Мы здесь выставили беседу. Очень интересно на эту тему. Отличные иллюстрации, плакаты. И вот что хочется отметить, к нам с большим-большим удовольствием подключились к нашей исследовательской деятельности родители. Мы решили, что будем сортировать мусор по разным контейнерам. Вот как раз мы на презентации, я не подгрузилась в нашу презентацию, нет? Так, тогда я продолжу, ничего страшного. И вот, значит, мы решили, что будем сортировать мусор по разным контейнерам. Мы, родители, нам, значит, предоставили такую возможность, принесли нам контейнеры пластиковые. И мы решили, что мы будем собирать пластик в один контейнер, и потом в другой, и давать этому мусору новую жизнь. Значит, была у нас такая интересная история. Нам в группу принесли новую игру, какую-то дидактическую, но у нас очень печатную. И вот мы с ребятами, когда освобождали карточки из этой игры, остались у нас ячейки картонные. Так вот, мы решили с ними сделать домик. У нас были маленькие фотографии ребят, и мы поселили, значит, приклеили эти ячейки на картон бумаги. Потом приклеили фотографии ребят, поселили каждого в окошко. Дети предложили сделать крышу из обрезков, ну, то есть из отходов от аппликации, которые у нас остались. И получился вот такой вот у нас интересный домик. Дом, который мы назвали «Наша группа». Еще мы сделали, значит, из пластика, из пластиковых стаканов, мы сделали интересную математическую игру. Игру мы назвали «Выбирай и шагай». На одно стаканчик приклеили бумагу и написали цифру. Ну, то есть это можно сделать таким числовым рядом, от 1 до 10, да, в зависимости от того, какого возраста ребята, да, или там от 1 до 20. И отдельно нарисовали на кружочках точки. И нужно было найти соответствующую цифру. Цифру к этим точкам. То есть ребята заинтересовались, мало того, что они сделали это все своими руками, так еще когда мы стали играть, это вообще стало очень интересно. Родители даже приходили, так скажем, им тоже очень это все понравилось. То есть то, что можно было запросить, мы это использовали. Вообще такой проект у нас был долгосрочный. И мы с ребятами сделали много очень интересных поделок, которые не представлены, к сожалению, в этой презентации. Но они у нас есть. И, в общем, эти поделки все сделаны из того материала, который пошел бы, так скажем, на утилизацию или должны были просто этот мусор выбросить. Ну и хочется мне, так скажем, мое выступление закончить таким словами. Не бывает ненужных вещей, бывает мало фантазий. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирина Александровна. Действительно, очень актуальная тема и серьезная тема. И очень важно, чтобы детей как раз получали, начиная уже с дошкольного возраста, именно охранять нашу прекрасную голубую планету. И у вас замечательный ваш проект «Чистая планета». Это сейчас очень актуальная тема. Спасибо вам большое за выступление. Спасибо большое. Экологическая грамотность, она является наиболее востребованным компонентом естественно-научной грамотности. Понятно, что естественно-научная грамотность, она формируется в более старшем возрасте, в более старшей школе, уже в школе. Но формировать предпосылки естественно-научной грамотности уже доступно в дошкольном возрасте. Экосистемный подход к организации образования как раз должен в первую очередь форсировать процесс формирования экологической грамотности для создания эффективных практик экологического образования в дошкольный период. Формирование предпосылок экологической грамотности становится актуальной темой для дошкольного образования. Слово предоставляется Охромочкиной Элле Валерьевне, детский сад номер 2 Ребенушка, Калужская область, Калуровский район. Тема называется «Формирование предпосылок естественно-научной грамотности детей дошкольного возраста». Все мы знаем, что современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. И система российского образования находится в постоянном развитии, что приводит к информатизации дошкольной образовательной организации. Главная задача, обозначенная в Федеральной государственной образовательной системе, это создать условия для формирования предпосылок естественно-научной грамотности, которая доказывает впоследствии у дошкольников основу мира понимания и мира восприятия. Как видно на слайде, экспериментальные данные, проведенные с помощью специальных диагностических методик, показывают нам, что у 45% детей, старшего дошкольного возраста, на достаточном уровне развиты эти естественно-научные представления. Большая часть из них не усваивают основные задачи. Они не умеют, дети не умеют наблюдать и описывать явления, объяснять эти явления, обобщать. Они не могут сами полученные знания на практике своей реализовывать. И общая причина всех вот этих недостатков заключается в том, что образовательный процесс сейчас находится, раньше, чем я говорю, слайды почему-то листаются. И общая причина всех недостатков заключается в том, что содержание программы сводится к тому, что ребенок не может, дошкольник не может задавать свои вопросы. Все это связано с коротким временем на ту или иную тему. И педагог чаще всего выдает весь готовый материал уже в готовом виде, без учета интереса детей, зачастую. И вот непонимание детьми этого мотива в познавательной деятельности и влечет к спаду у дошкольников навыков вообще вот этого познания. И данная проблема и определила цель нашего исследования – повысить уровень сформированности естественно-научных представлений детей старшего дошкольного возраста и формировать у них осознанно правильное отношение к природе. Реализация данного проекта была поэтапная. И сначала мы выявили самую проблему – анализ и систематизацию полученных данных. Решение проблемы было, целенаправленная и планомерная работа и уже достижение на конечном итоге, достижение поставленных задач. Изучив методы и формы условий, которые способствуют у нас развитию, повышению развития формирования предпосылок естественно-научной грамотности. А можно следующий, да, слайд? И вот эти психолого-педагогические условия, которые направлены на рост естественно-научных представлений и основ экологической грамотности, мы дошкольника ставим как субъекта познавательной деятельности и активной деятельности. Образовательный процесс должен строиться на основе вопросно-ответных форм. И когда у нас воспитательно-образовательный процесс основан в соответствии с Федеральной государственной образовательной системой, дошкольник становится субъектом самостоятельной деятельности, и как результат у нас возрастает уровень развития естественно-научных представлений. На слайде вы можете увидеть аспекты, условия, которые благоприятно влияют на развитие естественно-научных представлений и основ экологической грамотности у дошкольников. Дальше был проведен констатирующий эксперимент. Здесь показан график, где отображено, что по итогам диагностических методик, что у 45% детей это высокий уровень, у 40% детей средний уровень и у 15% детей низкий уровень. То есть низкий уровень характеризуется самыми простыми знаниями, а было зачастую, что дошкольники и даже простыми знаниями и терминами не обладали. И в результате психолого-педагогической литературы, анализа и итогов наших экспериментов мы разработали проект при общении дошкольников к естественно-научным занятиям в летний период. Здесь формирование предпосылок естественно-научной грамотности основано на познавательной исследовательской деятельности. Проект был поэтапный. Основные формы — это наблюдения, экскурсии, экспериментирование, решение каких-либо проблем. Сначала был составлен флаг вместе с педагогами, обновлен методический материал, соответственно, возрасту и знаниям дошкольников. Был обновлен выносной материал, то есть для исследовательской и экспериментальной деятельности. Например, мы, как уже говорила ранее коллега, тоже выращивали семена цветов. И потом, когда был субботник, посвященный встрече, скажем так, «Прощай весна, здравствуй, лето», мы высаживали эти растения на грядки или на цветники. Также у нас были обновлены наборы игр летние, которые могли бы быть. Это какие-то игры для песка, задействовали природные ресурсы, какие-то игры с ветром, воздушные змеи, вертушки, строительные, например, материалы. Дети в песке задействовали различные публики. На втором этапе было всестороннее развитие детей. То есть каждая неделя соответствовала у нас своему плану. Это были целевые прогулки. Кто живет в лесу, мы ходили совместно с родителями на экскурсии у детей. Это вызвало такой большой восторг. И даже не приходилось что-то рассказывать. Вопросы у них как-то сами собой сыпались. Так, мы живем в Боровском районе, у нас есть достопримечательность река Протва. То есть дети, в принципе, с загруженностью своих родителей, многие из них первый раз вообще посетили эту речку. Да, то есть они задавали вопросы обо всем абсолютно вокруг. Почему вода течет с таким, скажем так, темпом? Почему быстро? Почему растут вокруг нее камыши? Кто там квадает? То есть вопросы были разные. И как раз-таки мы и достигли на данном этапе экскурсии, что у нас дошкольники стали субъектом опознавательной деятельности. И весь образовательный процесс стрелся на вопросно-ответных формах. То есть они были инициаторами, а педагоги и родители уже были вспомогательными таким элементам, которые просто отвечали на вопросы. На третьем этапе проводилась также и воспитательная работа с другими педагогами. Да, это были физкульно-оздоровительная и музыкальная работа с детьми. Также была работа с родителями проведена очень большая. Там здесь показана физкультура-оздоровительная работа. Это утренняя гимнастика, особенно летом на свежем воздухе. Физкультурные занятия в образовательном процессе. Там ребенок очень долго сидит, чтобы сменить его активность. Мы проводили физкультные минутки. Гимнастика после дневного сна. Подвижные игры совместно со воспитателями на прогулке. И заканчивающие мероприятия. В нашем саду есть бассейн. Дети в летний период очень с радостью воспринимали такие занятия. Что касается музыкальной работы, здесь у нас проводилось, например, на экскурсии, когда мы ходили в лес, мы слушали звуки птиц, вообще различные звуки, шум воды и так далее. Немалая роль отводилась и в работе с родителями. Конечно же, это были беседы, какие-то наставляющие, индивидуальные консультации, потому что дети уже находились на таком возрасте дошкольном, что многим требовалась какой-то извне подготовка к школе, помимо детского сада. Проведение совместных мероприятий и прогулок. Родители помогали детям делать плакаты. Очень была интересная у нас экскурсия в наш парк Белкино. Здесь же мы затронули основу пожарной безопасности. Что нельзя делать в лесу? Что у нас может провоцировать пожар? Что мы должны в таких случаях делать? Был такой интересный мастер-класс перед тем, как пойти на экскурсию в парк. Каждому ребенку были разданы ленточки. И я называла те или иные предметы, которые могли бы спровоцировать пожар или возникновение огня. И если этот предмет, например, спички, действительно дети понимали, что это вызывает огонь, они поднимали ленточки и дружно махали вверху. То есть для них это было, наверное, даже больше не сколько образовательный, сколько игровой момент. Что их это очень сильно порадовало и привлекло. То есть в памяти у них отложилось, что спички они несут, скажем так, они могут, потому что спички детям – это не игрушка, и мы можем использовать их только вместе со взрослыми. И уже на пятом этапе мы провели диагностические методики, то есть дети сделали определенные тесты, разговоры, беседы с ним, обратный рефлексий по поводу всего нашего проекта. И мы видим, что у нас уровень детей с низким формированием предпосылки естественной научной грамотности, вот был слайд, в самом конце должен быть, он достиг нуля. Дети 85% уровень, мы достигли высокого уровня, и 15% это был средний. Наше исследование вообще показало, что бесцеленаправленная работа педагогов и их родителей, дети в наше время за счет большой информации, которая поступает абсолютно отовсюду, они не могут фокусироваться на чем-то одном. И то есть должна быть целенаправленная работа педагогов, иначе уровень естественно научных представлений, экологических знаний у ребенка будет на элементарном, на самом простом уровне. Спасибо за внимание. Спасибо, Элла Валерьевна, за такое яркое выступление, очень насыщенное. Скажите, пожалуйста, коллеги, может быть, у кого-то есть вопросы, какие-то интересные факты для себя отметили? Ну да, я, например, очень много, я как начинающий педагог, и для себя очень много интересного, как можно детей на прогулке, помимо каких-то образовательных, но еще и практичных таких способов отвлечения их от капризничества, чтобы это пришло на пользу. Спасибо, мне понравилось. Спасибо, Элла Валерьевна. Спасибо. Ну и сейчас у нас, мы представляем слово Карине Акоповне Карапетян. Карина Акоповна работает руководителем, музыкальным руководителем, музыкальным богом в детском саду, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, детское отделение «Лисичка», город Мытищи. У нас сегодня Мытищи зажигает. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поговорить немножко о роли музыки в развитии экологической культуры детей дошкольного возраста. Музыка играет очень важную роль в развитии экологической культуры детей дошкольного возраста. В этом возрасте закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, к окружающему миру, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой. Музыкальный репертуар всех возрастных групп составляют из музыкальных произведений «Опасения», «Зимний», «Весенний» и «Летний». В погоде включают песни, игры о животных, птицах, используют тематические танцевальные композиции и другие виды деятельности. Музыка – развитие экологической культуры детей. Какие задачи ставлю? Использовать музыкальные образы в разных видах музыкальной деятельности для развития экологической культуры, расширять кругозор детей, учить применять знания на практике, развивать воображение, творчество, познавательный интерес, мышление, умение анализировать, воспитывать бережное отношение к природе, привлекать родителей в совместные деятельности с детьми и педагогами. Формы работы, непосредственно образовательное деятельность, то есть занятия – это праздники, развлечения, досуги. Методы работы – это игровые приемы с использованием наглядного материала, иллюстрации, беседы с детьми о природе, погодных явлениях за окном, например, солнце, дождь, листопад, снег, метель, также музыкальные, дидактические игры и пособия, знакомство с музыкальными инструментами обучения игре на них, самостоятельные игроки с инструментами повседневной жизни, разучивание песен и стихов, танцевальных композиций о природе, животном и растительном мире, используя игр в экологические тематике. Тема экологии проходит через все виды музыкальной деятельности, то есть слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах. Все виды музыкальной деятельности между собой взаимосвязаны, например, слушание и музыкально-ритмические движения. Слушая музыкальные произведения детских композиторов, предлагаю передать образ, характер музыки, эмоциональную окраску, которую дает музыка в образные движения, например, птички, бабочки, солнышко, и руки, и мукаски, и так далее. В танцевальных движениях танец с листьями, танец цветов, танец снежинок и деревянных музыкальных инструментов, соответствующих тембру звучания произведения. Вот у нас, посмотрите. Тучки, танец с зонтиками, танец с листиками, танец цветов. Прослушиваю музыкальных произведений композиторов о временах года, природных явлениях, о животных, птицах, птицах, сказочных персонажах, помогая детям глубже прочувствовать музыкальные образы. Через картины природы выразить эмоции, через данные тем или иным музыкальным произведениям. Выраженные произведения. Мы, когда слушаем музыкальное произведение, также, прослушив после того, как прослушали музыкальное произведение, мы рисуем, показываем на рисунках, вот, видите, слушаем, рисуем музыку. Нарисовали «Подснежник», «Лебединая умера», «Дельное озеро» Чайковского. Прослушив эти произведения, мы через музыку рисуем и изображаем наши музыкальные произведения. Другой вид музыкальной деятельности – это пение. Может переходить в музыкальные ритмические движения, игру. Это инсценирование в местных игр, например, «Солнышко и дождик», «Огородное хороводное», «Добрый жук» в игре сочетается и пение, и движение. Разручивые тематические песни, танцы, хороводы, содержание мелодий которых напоминают природный объект и явление, что способствует развитию детей творческого воображения и координации. В течение учебного года во всех возрастных группах проводятся экологические праздники и развлечения. Осень в гости просим, «Здравствуй, зимушка, зима», «Вкусна, красна», «Здравствуй, лето» и другие, где музыка играет ведущую роль. Музыкально-гидактические игры являются важным средством в развитии музыкальной деятельности детей, объединяя в разделе пения, слушания, движения под музыку, игру на музыкальных инструментах. Наглядность музыкально-гидактических игр облегчает познавательную деятельность и активизирует процесс запоминания и позволяет доступной игровой форме приведет им любовь к музыке, тревоге, развив творческую фантазию. Например, «Веселый дождик», игра на развитие звуков и слуха при медведе. Также и детский фольклор, где относятся потешки, русские народные песни, хороводы, игры. Фольклорные праздники, загадки вызывают у детей чувство удовольствия и радости, способствуют развитию экологической культуры. Например, вот «Праздник Масленицы», игра «Золотые ворота», «Карусель из ленточек», «В гостях у березки» и другие. Игра на детских музыкальных инструментах дает детям возможность проявить свои творческие способности. Можно вспомнить с детьми, какие звуки природы нас окружают. Капли дождя, глупчане ручейка, шум ветра и так далее. Затем подобрать музыкальный инструмент с озвученной музыки. На треугольниках изображаем капли дождя, на ложках сильный дождь, на металлофоне пение птиц, маракас и шуршание листьев. Согласовывать свои действия с характером звучания музыки и ее настроением. Например, «Осенняя сказка» дети подбирают музыкальные шумовые инструменты. Барабан, тарелки, бубен, треугольник, маракас и другие. И озвучивают ее. Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя текст. Сейчас вашему вниманию предлагаю видео о том, как дети озвучивали осеннюю сказку. Просмотр видео, пожалуйста, можно включить видео? «Осенняя сказка» Так, коллеги, скажите, пожалуйста, видно? Да. Видно. Видно? Да, все видно. «Ошки, осень, золотые одежки. Где листочком зашуршит? Где дождинка задвенит? Раздается громкий стук. Этот дятел туп-да-туп, 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 туп-да-туп. Дятел делает туп-доп. Белки ходят там тепло. Ветерок вдруг налетел, по деревьям вышумел. Кров не закрывает, тучки собирает. Ка, перезвонки, перезвон. Извини, стучит, поет. «Осень, гости к нам пришла!» Коллеги, спасибо за внимание. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Грина Акоповна, за такое интересное выступление, особенно за дидактическую игру. Которая вот прям немножко нас перезагрузила. Спасибо. Такой вот как раз дополнительный мастер-класс. И сейчас я хочу предоставить слово Елене Сергеевне. Сказать о том, что период дошкольного детства крайне важен для развития ребенка. И именно в этот период у детей начинает развиваться чувство прекрасного. Появляется собственное мнение. Намного из того, что его окружает. Елена Сергеевна, учитель начальных классов. Так, Тимоновской средней образовательной школы. И она как раз, у нее такой уникальный такой мастер-класс. Она подготовила игру, дидактическую игру со своими воспитанниками и со своими учащимися начальной школы для детей дошкольного возраста. И в этом, пожалуй, особенная уникальность. Как-то прерывается связь. Ну, давайте мы так, если вы позволите, я вот озвучу цель и задачу, цель развития творческого потенциала. Я думаю, что наши коллеги могут и самостоятельно прочитать. А вы только можете нам озвучить основные такие аспекты, как к вам пришла такая вот идея. Так, вот ребята предложили разработать игру для малышей, для детей дошкольного возраста в начальной школе во внеурочной деятельности. Они разработали план реализации своего проекта. Мы подготовили материал для того, для демонстрации игру. Нарисовать игру съедобно и неслабно. Чтобы это было интересно, я предложила нарисовать на спилах. Мы рисовали на деревянных спилах. Это вот они, такие маленькие. Им было очень интересно рисовать на спилах, не на бумаге. Они рисовали неудобные на одной пешечке, а на другой неудобные. После этого мы проводили игру. Средственно, сами ребята проводили игру по школьным учреждениям. Это проект номер 7. Здесь представлены этапы развития в развитии дерева. То есть цикл развития дерева, как развивается дерево. От семечки до взрослого дерева. Вот семечки, когда многие начали взрослого дерева, то надо... Первое, это яблоко. То есть на спилах развития дерева спилах. Они другими там спорили, и на спилах поправили. Для того, чтобы было редко новичное и не сходить до школьников, я использовала путь, для которых были опыта развития цикла дерева. Елена Сергеевна, попробуйте, не двигаясь, говорить в микрофон. Может быть, как-то тогда не будет прерываться? Попробуйте не шевелиться. Да, не шевелитесь. В ходе динамичности игры идет, чтобы возникнуть на основе кудика блума. В первых местах такой металлический блума, который используется для развития речи. И все, в целом, в сфере, но, как я постоянно читать, не умею, что партию, которые они выбрасывали и выкладывали в маскисты, на нужную цифру, где наши положительные кудики так же изготовили, так же, да, сегодня они рисовали, как ты делаешься деревом. Вот она, игра, где вы можете увидеть семечку для опускания и спасаться. И что я хотела сказать, эту игру у меня обучение ребенок с ОВЗ. И этот способ я не просто включила в подготовку и изготовлению. Ему было очень интересно, и это было то, что он не ощущает у нас, и у него было ощущение, что он чувствовал себя в детстве. И очень понравилось изготовление в эту игру. Ну, к сожалению, Елена Сергеевна, к сожалению, совсем ничего не слышно, просто даже не улавливается смысл сказанного. Я только единственное уловила из тех рассказов, которые вы мне говорили, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием включался в данную игру вашу, дидактическую. И у него как раз были быстрее усваивался тот материал, который он как раз с которым он поиграл, да, дидактическая игра. И он с удовольствием многократно ее повторял. И причем эти знания, они у него достаточно прочно закрепились. Ну, и также в своей работе вы используете театрализованную деятельность как преемственность дошкольного и начального образования, где вы демонстрируете театрализованные представления сказки. И вот одна из них здесь представлена. Вы ее показывали, это здесь репетиция. И уже в дошкольном учреждении детям была продемонстрирована сама сказка с участием ребят начальной школы, где как раз посвященная экологическому образованию. И ребята с удовольствием и большим воодушевлением участвовали в этом проекте. И дети дошкольного возраста теперь с нетерпением насколько я знаю ждут еще следующих ваших событий. Да, все правильно. Они постоянно спрашивают и сами участники и также и ребята, которые смотрят. Очень благодарны участники, наверное, благодарны зрители. Очень жаль, к сожалению, что мы не смогли послушать вас, потому что что-то действительно со звуком. Но, по крайней мере, сама игра очень демонстрирует вашу глубокую работу и тесную связь со школой и детского сада. И вы продемонстрировали еще такую замечательную дидактическую игру, где как раз игру, которую вы сами разработали с детьми и привнесли в дошкольное учреждение. Спасибо вам большое за ваш замечательный опыт. Очень жаль, конечно, что вас было плохо слышно, но презентацию как бы хорошо презентация была хорошо продемонстрирована, да, весь ваш опыт работы. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, если вопросы, если вопросы, если вопросы, у вас, коллеги, к Елене Сергеевне. Ну, если у нас нет вопросов, мы тогда рассмотрим, несмотря на то, что дошкольное начальное образование воспринимается как подготовительная ступень, к серьезному образованию в обществе уже сложилось мнение, что первый педагог в детском саду и в школе определяет всю дальнейшую школьную жизнь ребенка. и в архитектонике экосистемного подхода к непрерывному образованию важно не упустить начальной стадии обучения ребенка, поддерживать и развивать их познавательную активность. И как развивать и поддерживать познавательную активность, нам расскажет Умникова Екатерина Александровна, школа номер 1583 имени Керимова «Ознакомление дошкольников со свойствами почвы жизнь болота». Добрый день, уважаемые коллеги. Наш детский сад очень развивает экологическое воспитание у дошкольников. Мы проводим тематические дни и тематические недели, связанные с экологией. И 2 февраля в нашем саду отмечался день водноболотных угодий. И мы решили детей старших подготовительных групп познакомить с помощью презентации и рассказов, рассказать им, что такое болото. С детьми младшей группы была проведена тоже работа в виде беседы и было сделано занятие рисования с помощью нетрадиционным методом пунктализации, это рисование ватными палочками. Дети рисовали ягоды, которые можно встретить на болоте, какие растут. Дети средней группы с помощью аппликации делали животных, которых можно встретить на болоте. Моя презентация, она больше рассчитана для детей и показать вам, какая была проведена работа, какую презентацию мы показывали детям. Мы им рассказывали, что в каких сказках, в каких рассказах можно встретить в произведениях, в мультиках, где можно встретить болота, какие бывают болота. Что с давних времен люди побаивались болот, говорили, что там живут водяные леши, кикиморы, рассказывали, что миф это или правда. Каких представляли жители на болоте. Рассказывали можно больше сказать там много всего интересного, да, что и болота могут гореть, мы с ними рассказывали, вот, что там встречаются торфяники, вследствие чего болота горят, что болота разных видов, да, что болота можно встретить и в лесу еще где-то, вот, что это тоже водный ресурс, такой же, как у нас дети знают, что есть реки, озера, моря, и что болота это тоже водный ресурс. Познакомили с этим. Вот, можно дальше листать. Там в презентации, чтобы дети не устали, естественно, мы рассказывали все постепенно, и чтобы дети не устали, и как-то их не урочить, и не перегружать информации, мы детям задавали загадки, вот, вот сейчас вот как раз мы, что можно, встретить на болоте, какую растительность, каких животных, какие ягоды, ознакомливали вот с таким детей. вот как-то кратко. Ну и вы расскажите о том, какие еще задачи перед собой ставили, не только о болоте, но и вот вы болото встречается на разной почве, мы с ними разговаривали, вот, что мы ставили задачу не только познакомить, что болото, здесь мы еще ставили задачу перед собой, что показать и какие ягоды можно, встретить, что, что эти ягоды съедобные, что их можно кушать, вот, что, какие растения живут на болоте, что есть и лекарства, которые живут на болоте и люди используют эти лекарства в медицине, каких животных можно встретить, какие птицы, вот, знакомили со всей экологической жизнью болота, какие встречаются. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Хорошо. А вот это вопрос. Да. Есть ли вопросы к Екатерине Александровне? Если только меня. Слышно? Да, слышно. Скажите, пожалуйста, как вот практически потом вот это убительное обезвовывали? Практически мы потом проводили с детьми беседы последовательно, да, каких животных они запомнили, каких ягод они больше узнали, да, потому что если, ну, старшая подготовительная группа, естественно, мы брали старшей группе, делали одну задачу, чтобы развить больше в них знаний, умений, чтобы познаний получили они больше, чтобы они знали, что ягоды, допустим, можно встретить не только в лесу, но и на болоте. Животных можно встретить не только в лесу, в зоопарке, да, но если ты пойдешь, например, в лес и увидишь там болото, то рядом с этим болотом можно тоже увидеть какую-то живность. проводили разные занятия, беседы, наблюдения, делали аппликации, рисование с разным возрастом на разную тематику, связанную с болотом и все, что там находится. Если у вас какие-то разработанные игры вами, Екатерина Александровна, может быть, посвященные вот этой тематики? Игр, к сожалению, а мы играли с ними в подвижную игру лягушка. Подвижные игры мы с ними свято играли. Дидактические игры не играли на эту тематику. Ну, дидактические все равно играют. А в настольные игры съедобно-несъедобно играли с ними на эту тематику. Спасибо большое. Ну, и сейчас у нас еще будет очень разнообразная такая динамичная как раз программа по экологическому воспитанию. Это экологический проект «Береги природу леса». Подготовила этот проект Наталья Валентиновна Галкина. Тоже школа 1583. Очень интересная тема. и если мы успеем, мы, конечно, посмотрим хотя бы несколько игр, которые я посмотрела с удовольствием. Там сказки. Добрый день всем. Да, сказки. Извините. Да. Сейчас, секундочку. Большие отрывки сказки. Это будет уже последний этап нашего проекта. Экологический вид на презентацию. Да, все видно. Хорошо. Актуальность темы, конечно, природа это неиссякаемый источник духовного обогащения детей. И они постоянно так или иначе соприкасаются с природой. Мы это всегда видим. И детей привлекают и зеленые леса, и яркие цветы, и мошки, и бабочки, и жучки, и птицы. И разнообразный мир природы пробуждает у детей любознательность, естественный интерес, затрагивает их чувства и пробуждает фантазию. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездомно рвать цветы, разорять гнезда и обижать животных. И полученные в детстве впечатления от родной природы очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе. Давайте, коллеги, мы тогда просто цели сами просмотрим, да, и очень хочется показать нашу сказку. Мы все это, да, мы все это знаем, мы все это делаем, мы все это, вот, ну, что вот, с чего мы начали наш проект с детьми, ну, конечно же, это беседы, ну, например, кто живет в лесу, к сожалению, вот на данном этапе у нас не было интерактивной доски, и на обычной доске вот я рисовала детям деревья, птиц, животных, рыб, они показывали, кто где живет, сами дети подходили к доске и показывали, кто где живет, им очень это понравилось. А так даже интереснее. Да, ну, вот, да, мы так и некоторые дети рисовали. Наблюдение на прогулке, ну, это всегда и везде и всегда происходит, дети просто это обожают. Каждого червячка, жучка, посмотреть, что-то сделать, что-то понаблюдать и показать нам, как это происходит. Занятия по экологическому воспитанию, а также мы разбирались с ними, как юные экологи Москвы. Мы живем в Москве, в большом мегаполисе, и, конечно, вокруг у нас одни дома и машины, и все это очень мало свежего воздуха. И вот у нас была карта Москвы, красная книга животных, которые в Москве, которых тоже надо беречь и охранять, те же птицы и какие-то мелкие животные. вот я детям показывала, сейчас был перед этим слайд, я детям показывала гнездо, гнездо, которое я нашла в лесу, я рассказывала детям, из чего оно сделано, какая птичка его делала предположительно, вот, что у него внутри, вот детям очень-очень это понравилось, они были просто счастливы и довольны, что могли даже ручками потрогать его, это гнездышко. Конечно же, я им объясняла, что это гнездышко никто не разорял, что это гнездо птичка покинула, когда уже вывелись птенцы, и мы его нашли на земле и взяли вот просто для того, чтобы нам понять, как же все-таки птички вьют гнезды, где выращивать своих птенчиков. Ну и, конечно же, детки очень любят у нас рисовать или пить, и тема животного мира леса, насекомых, опять же, грибочки, какие съедобные и несъедобные, это тоже любимое нашими детьми занятие. Они и лепят, и рисуют очень с удовольствием. Можно дальше? После гнездышка вашего вот такое получилось произведение птички в гнездах. Да, да, конечно, это все взаимосвязано. Они и рисовали гнезда, вот тут у меня тоже видно, они рисовали птицы, гнездышки рисовали, после этого и лепили, все это мы закрепляем. Ну и, конечно же, деревья. Еще мы с детьми делали экологический плакат «Береги природу леса». Дети рисовали сами, выбирали, мы с ними беседовали о том, как нужно беречь лес, почему надо беречь. Они делали, сами рисовали по выбору, по своему желанию и создавали потом этот экологический плакат. И вот мы подошли в итоге, итог нашего проекта был заключительный этап спектакль «Лесной патруль». этот спектакль мы сделали с детьми уже не первого выпуска моего. Мы делали этот спектакль о том, как нужно беречь природу леса, где дети встречают и мальчика, который не очень хорошо относится к природе, экологические знаки рисовали вместе с детьми. Дети участвовали, брали на себя о роли насекомых, птиц, животных. Также в этой сказке участвуют лесной экологический патруль. Мальчик и девочка, которые показывают мальчику, который не понимает, как нужно себя вести с природой, показывают, что надо бы исправиться. и мальчик в конце в итоге исправляется. Детям очень эта сказка нравится. Мы эту сказку, вот не было пандемии, к сожалению, в этом году с пандемией мы не могли показать другим детям, а до этого выпуска мы с детками эту сказку показывали всему нашему детскому саду, всем детям других групп. Им очень это нравится. И, конечно же, дети, принимая на себя роль животных, птиц. В этой сказке показано, что где-то у бабочки сломано крылышко, у муравьев домик развалился, и везде дети оказывают помощь природе, лесу, в частности, вот у нашего проекта. Ну, я и, конечно же, если можно видео показать, можно посмотреть видео. Чусочки, да, небольшие. Но дети очень довольны, им очень это нравится. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно бесконечно смотреть Они идут, берут веточку, сажают ее в землю, вокруг камушками огораживают Говорят, Наталья Валентиновна, а мы начинаем природничать Мы начинаем природничать Я говорю, девочки, ну тут же газон, сейчас травка вырастет Нет, ну можно мы хотя бы вот тут вот немножечко вот что-нибудь посадим Вот, ну вот как бы вот видно, что дети, конечно, уже, конечно, не будут и в лесу, и в любом другом месте Обрывать листья, рвать, вот сразу бегут ко мне, Наталья Валентиновна А вот тут вот мальчик вот листик сорвал, а вот это же нельзя делать Мне вот все закладывается в детях, я думаю, с самого детства И, конечно же, все это будет потом, я думаю, все Спасибо большое, Наталья Валентиновна Мы очень рады, что дети все-таки, не просто так мы им все это показываем, рассказываем, работаем с ними Все-таки итог будет, и они вырастут хорошими детьми, которые будут любить нашу природу И, конечно же, оберегать ее Культурными, экологическими рамками, которые придут в лес и будут себя чувствовать там не хозяевами, а гостями Спасибо за такой интересный проект И мы в целях, как бы продолжая Елены Сергеевны как раз вот ту ее сторону, направленность, преемственности Мы как раз перейдем, у нас будет заключительный такой переход Ольги Александровны, которая приучает детей к опытно-экспериментальной деятельности воспитанников и исследовательской деятельности Ольга Александровна, школа номер 199, дошкольная образовательная организация номер 7 Посадка Лука, опытно-экспериментальная деятельность воспитанниками ДОУ в рамках экологического образования Добрый вечер, уважаемые коллеги Сегодня мое выступление коснется опытно-экспериментальной деятельности в детском учреждении Представляю вам сообщение об экологическом образовании дошкольников с помощью опытно-экспериментальной деятельности в виде посадки лука Процесс обучения и воспитания в детском саду направлен на раскрытие в личности ребенка тех качеств, которые будут ему необходимы для достижения любых целей в будущем Развивать пытливость ума, знакомить со свойствами предметов при непосредственном наблюдении явлений и процессах Формировать умение планировать и анализировать практическую работу — это задача современной системы образования Значит, целью опытно-экспериментальной деятельности является формирование и расширение представления у детей об объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание Педагог работает в этом направлении во время проведения занятий непосредственной образовательной деятельности На прогулках, тематических досугах, мотивирует к экспериментированию самостоятельной деятельности Для опытных исследований организуется предметно-пространственная среда, создается уголок исследования, центр экспериментирования или мини-лаборатория В процессе опыта экспериментальной деятельности в ДОО выполняются следующие задачи Образовательные, развивающие, воспитательные Слайд номер три Да, мы их не будем зачитывать задачи, мы уже познакомились, чтобы все остальные коллеги тоже успели выступить Да, хорошо, значит, занятие опытной экспериментальной направленности в детском саду строится с учетом возрастных особенностей детей В условиях временных рамок по нормам САНПИН Младшая группа это 15 минут, средняя 20 минут, старшая 25, подготовительная 30 минут Значит, если, так, переходим, значит, рассмотрим пример опытной экспериментальной деятельности воспитанников ДОО при посадке лука Умение вырастить на своем подоконнике лук влияет, вселяет в них чувство гордости и победы А самое важное, это хороший способ употреблять в пищу собственные экологические продукты Значит, цель развивать у детей интерес к выращиванию растений, желание и умение за ними ухаживать Задача образовательная изучить словарные понятия посадка, почва, луковица, витамины Изучить строение лука, его применение в кулинарии, свойства и вкуса, и запаха Воспитательные, привить желание ухаживать за растениями, воспитать ответственность, сплочение коллектива при коллективной работе Развивать умение бережно относиться к растениям, развитие мелкой моторики при посадке лука, работать с землей, изучение текстуры шелухи Развивать умение вести наблюдения и анализировать результаты Необходимые материалы и оборудование Земля, вода, луковица, лейки, емкости для посадки лопатки Значит, слайд номер 6 Здесь этапы, несколько этапов подготовительные Значит, сначала с детьми проводятся короткие занятия в игровой форме, беседы о свойствах и пользе лука Дети рассматривают, изучают луковицу, ее форму, цвет, текстуру шелухи и кожицы Также можно попробовать разрезать луковицу, дать понюхать и попробовать на вкус самым смелым воспитанникам В ходе данного этапа можно поиграть детьми в игру, отгадывать загадки, изучать Будет в ходе беседы поднять вопрос здорового образа жизни, рассказать про витамины, полезные для организма свойства лука Также уделим внимание вопросам экологии, расскажем, почему лук, выращенный самостоятельно, такой полезный В чем отличие лука от лука в магазине, купленного в магазине и на грядке или подоконнике Мы делаем упор на решение образовательных и развивающих задач урока Изучаем новые понятия, свойства лука и его применения Второй этап – опытный экспериментальный На этом этапе мы обсуждаем с воспитанниками организацию процесса посадки лука Изучаем необходимый для работы материал Обращаем внимание на технику безопасности, рассказываем о необходимости быть аккуратными Помогать не использовать землю и воду не по назначению Значит, не кидать в товарищей После этого начинаем непосредственный процесс посадки лука Также можно заранее распределить с детьми задачи по уходу за посадками Кто будет поливать или заменять воду И в какие дни, кто будет напоминать о записи наблюдения в дневник Также можно тот же самый лук посадить не только в землю и в воду Это тоже будет интересно деткам Третий этап – рефлексия Данный этап особенно важен при опытной экспериментальной деятельности Необходимо обсудить, что много узнали дети Закрепить новые слова Также не будет лишним поговорить о личном опыте воспитанников У кого есть огород Кто уже наблюдал за посадкой растений Также на этапе рефлексии мы закрепляем дальнейшие задачи По наблюдению и ведению дневника Дневник наблюдений поможет развить у дошкольников системность действий Ответственность, наблюдательность Умение анализировать и делать выводы В дошкольном воспитании экспериментирование является эффективным методом обучения Которое позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира Основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимости и закономерности Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития естественно-научных представлений дошкольников В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности Освоение систематизированных поисков познавательных знаний детей Становление опытных экспериментальных действий формирует основу логического мышления Обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к обучению в школе Интересно смотреть на ребенка, когда он экспериментирует Он выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно действующий различными способами на окружающие его предметы И явление с целью более полного их познания и своей Спасибо за внимание Спасибо большое, коллеги Просто некоторые уже как бы у нас немножко время ограничивает Поэтому я немножко буду вас убыстрять Я прошу прощения И сейчас у нас еще осталось два выступления И нам нужно уложиться Алена Игоревна Воротникова и Екатерина Александровна Карлова Они подготовили материал, который как раз говорит о том Что формирование экологической грамотности в начальной школе Очень актуально при формировании здорового и безопасного образа жизни детей То есть необходимо создавать упорядоченный набор материалов, ресурсов, сервисов Человеческой и технологической инфраструктуры, которые поддержат формирование такого образа жизни Не только у ребенка, но и в педагогическом коллективе и в семье И очень важно это начинать воспитывать как можно раньше У нас два выступающих Алена Игоревна и Екатерина Александровна Здравствуйте Добрый вечер Формирование здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста Целью нашей работы показать важность построения и моделирования интегративного коммуникативного пространства в школе и детском саду Позволяющего развивать ресурсную идеологическую позицию всех его участников Детей, родительской общественности, педагогов и представителей администрации Новое коммуникативное экопространство основывается на постоянном сотрудничестве детского сада и начальной школы с семьей и обществом Взаимообучение педагогов, решение обучающимся на уроках коммуникативных задач, связанных с реальной жизнью Важнейшим ресурсом для его формирования является способность устраивать доверительные отношения И поддерживать сотрудничество в коммуникативных цепочках Учитель-родители, родители-ребенок, ребенок-учитель, учитель-учитель, родители-родитель, ребенок-ребенок Такие значимые взаимные связи разнотипных субъектов коммуникации, участвующих в процессе обучения, воспитания, развития ребенка в детском саду и начальной школе Раскрывают индивидуальный и коллективный потенциал коммуникантов в течение всей жизни Школьным фактором риска, влияющим на здоровье детей, можно отнести стрессовую педагогическую тактику Наблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей Отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни Следовательно, необходимо создание системы работы через применение таких технологий преподавания Которые устраняли бы перегрузки, сохраняли здоровье и способствовали успешному обучению Понятие здоровья, сберегающие технологии, объединяет в себе все направления деятельности школы По формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся Одним из составляющих является работа над дикцией Работа над дикцией с выделенными ударными складами и разбивкой на короткие строчки Прочитываются с большей легкостью, помогают не только почистить речь, но и улучшить технику чтения Купик и пупик Осип, охрип, архип, осип, течет речка, печет печка и так далее, как вы видите на слайде У нас тут несколько примеров того, как можно развить дикцию учеников Данные упражнения помогают создать благоприятный фон для выработки точных и координированных движений Нужных для звучания полноценного голоса, ясной и четкой дикции А также снять излишнюю напряженность артикуляционной и мимической мускулатуры Выработать необходимые мышечные движения для свободного владения и управления частями артикуляционного аппарата А вот у вас изображены эмоции, это с какой целью, Алена Игоревна? Эмоции, они помогают ребенку в развитии Очень важно, есть дети, которые приходят в школу и они не умеют различать эмоции Вернее, у них этот навык, он немножко притуплен И вот подобное упражнение с эмоциями, оно очень развивает детей Помогает детям социализироваться, ориентироваться и так далее То есть это очень важно То есть включается эмотивная сторона еще речи? Да, да Недостаточное развитие дыхательного аппарата Если вдох и выдох слабые, то речь ребенка будет звучать тихо и неразборчиво Иногда из-за нехватки воздуха дети не договаривают фразы до конца Бывают случаи, когда малыш пытается успеть произнести всю фразу на вдохе Поэтому говорит быстро и не соблюдает логический пауз Слабое развитие дыхательного аппарата может быть связано с наличием у ребенка хронических заболеваний, дыхательных путей В таких случаях помогают упражнения над дыханием Вырабатываем длительный выдох Вдох носом, выдох ртом Здесь у нас представлена игра «Спаси жука» На самом деле детей с нарушением дыхания очень много И подобные игры их рекомендуют и при заикании И вот есть дети, они говорят на вдохе, разрывают слова Хотя в принципе они не волнуются, они спокойны, но они разрывают слова И поэтому очень полезное упражнение именно на длительный выдох Когда ребенок делает вдох И вот мы видим картинку, да, у нас есть лягушка, жучок, который хочет спастись от лягушки И дети начинают активно его спасать А чтобы его спасти, надо сделать глубокий вдох и длинный выдох на какой-то звук Вот если у нас жучок жужжи, значит можно со звуком жжж выдувать и так далее И это очень полезно, конечно Так, пальчиковые игры Это прекрасная возможность общения с ребенком на уровне тактильных ощущений Массируя определенные точки, можно воздействовать на внутренние органы Который с этими точками связан Ум ребенка находится на кончике пальцев Говорил Василий Александрович Сухомлинский Здесь у нас представлено упражнение, которое обращено на массаж пальчиков Так вот, ребенок загибает пальчики и произносит текст А на следующем слайде у нас показано упражнение, которое задействует уже ладонь Да, и таким образом развивается Слово вылетело, видимо, от волнения Ну, в общем, тактильные ощущения у ребенка, конечно же, развиваются Вылетело слово из головы, не могу вспомнить Обязательным элементом здоровоизберегающей организации занятий или урока Предупрещающей утомление являются физкульт-минутки Кратковременные перерывы для проведения упражнений Их цель предупреждения утомления Восстановление умственной работоспособности Профилактика нарушения осанки Физкульт-минутки положительно влияют на аналитико-синтетическую деятельность мозга Активирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему Улучшает кровообращение внутренних органов и работоспособность нервной системы Итак, музыкальные физ-минутки особо любимы детьми, так как выполняются под веселую музыку Все движения произвольные, то есть на фантазию ребенка Дети могут изображать зверей, птиц, явления природы Например, танец снежинок, падающий ручей, падающие листья И такие упражнения являются общим двигательным компонентом в содержании занятия Это развивает и воображение детей, творческое мышление, двигательную активность И много-много-много всего Такие музыкальные физ-минутки Я просто не включила вам, извините, на данный момент Вот здесь И таких на самом деле музыкальных пауз, если можно их назвать Которые мы можем вводить в урок или в перемену Работая с детьми, их очень много Есть музыкальные мелодии, благодаря которым можно работать над просодикой То есть над выразительностью речи Разрабатывать высоту, силу голоса, тембр Это же все, от этого всего зависит выразительность нашей речи Интонирование, полетность голоса и так далее А вам слышно? Прерывается, слышно, но прерывается То есть таким образом мы и речи разрабатываем одновременно И слоги повторяем, и буквы Наверняка даже вам захотелось хотя бы слегка подвигаться под музыку Да, уже хочется улыбнуться, подвигаться А ребенку тем более Здесь одно, наверное, закрепление и звуков И можно слоги при ознакомлении как раз детей Сочетать буквы, вместе соединять, знакомить Словно, да, да, да Очень хорошее упражнение Она им провязывается, вот песенка красивая, да Дети как чувствуют, могут ее показывать Маленький тигренок с круглыми глазами Смотрит он куда-то И грустит о маме Заодно показывать эмоциональный фон И таких песенок очень много Вот у нас здесь, да, музыкальный руководитель есть Не даст мне соврать, что есть такие песенки Как там «Вредная тучка», «Злая» я уже название плохо знаю Там «Робот Бронислав» Такие дети Дети очень любят их инсценировать, показывать Как он там плачет, капает и так далее Очень здорово Массаж активных точек В результате которого активируется работа подкорковых частей мозга Возникают процессы, связанные с обострением интуиции Улучшается настроение Также необходимо научить ребенка следить за осанкой От нее зависит не только встроенность фигуры, но и здоровье При хорошей осанке внутренние органы находятся в правильном положении Что является одним из важнейших условий их нормальной работы Для профилактики нарушения осанки можно использовать упражнения Стать спинной к стене, касаясь ее затылком лопатным Артикуляционная мимическая гимнастика Это моя любовь, не буду скрывать Она способствует развитию артикуляционного аппарата Снижается излишнее напряжение в лицевых мышцах Улучшается дикция, тренируется звукопроизношение Повышается выразительность речи и мимики Появляется эмоциональный интеллект Способность познавать чувства и эмоции Есть динамические упражнения, есть статические упражнения Динамические, когда мы повторяем упражнения несколько раз От 7 до 10 есть статические, когда мы закрепили какую-то эмоцию И мы держим им таким образом Дети очень стесняются, особенно им неожиданные упражнения на показывание языка Но тем не менее это очень хорошо развивает детей Развивает вообще весь артикуляционный аппарат И по секрету всем женщинам расскажу И артикуляционную гимнастику приравнивают к гимнастике лица Что она очень полезна вообще в целом Все логопеды молодо выглядят Да И музыкальные руководители Да, и музыкальные руководители Да и воспитатели наши прекрасно выглядят Алена Игоревна, а вот здесь вот музыка для чего, с какой целью? Здесь музыка исключительно для того, чтобы этот процесс сделать повеселее Потому что представьте, ребенок там фиксирует улыбочку, да? Или делает упражнения, такое забавно называется Там слоненок и щенок, да? И чтобы им было просто повеселее Не в тишине это выполняет С музыкой все намного веселее Вот здесь небольшие примеры Некоторые примеры упражнений логопедических на артикуляцию Спасибо за внимание Спасибо за ваш мастер-класс Возможность применять различные упражнения Упражнения, которые очень будут полезны на занятиях и на уроках И в целях преемственности Это можно как раз включать не только в дошкольном, да? Ну и в начальном уже образовании В начальном, да, можно и на уроках, и на переменах И в дополнительном образовании Где угодно Вот такие минутки, которые они разряжают обстановку на уроке Помогают детям собраться, переключиться как-то, расслабиться Ну и детям Когда дети чувствуют себя в такой домашней, можно сказать, обстановке Они более доброжелательные Лучше взаимодействуют друг с другом Да, и не смущаются Да Спасибо большое Вам спасибо Екатерина Александровна И у нас еще остался один выступающий Тоже подготовлена тема по преемственности дошкольного воспитания И начальной школы Это Жуковская Елена Витальевна Елена Витальевна, вы нас не покинули, надеюсь, вы здесь? Я здесь, я здесь, мы с вами, мне очень интересно Спасибо большое Сейчас я подгружу нашу работу Формирование экологической грамотности в начальной школе Да, ну что я хочу сказать по экологической грамотности То, что проблема формирования и развития знаний о природе Это одна из наиболее сложных и актуальных И, в общем-то, естество знания познает объективные законы природы И содействует их практическому использованию в интересах человека Ну и, конечно, экологические знания, естественно, научные Формируются они прекрасно на уроках окружающего мира И затем в процессе изучения предметов естественно-научного цикла Я сама биолог, но так жизнь сложилась у меня, что я столкнулась с преподаванием в младших классах начальной школы Когда мы набираем новые пятые классы, мы все с этим сталкиваемся И какова была цель? Создать условия, чтобы эффективной была преемственность школы и дошколки Определить направление работы по экологическому образованию детей Дошкольного и младшего школьного возраста Чтобы они перекликались, не противоречили друг другу И было все эффективно Но, конечно, передо мной стояли вопросы Как же именно проводить эксперименты, наблюдения, опыты с дошкольниками Потому что в наших учебниках в основном даны методика проведения экспериментов в начальной школе, в средней школе Как организовать экспериментирование И как создать развивающую предметно-пространственную среду Чтобы была исследовательская деятельность Но мы с этим справились Поскольку коллеги Вот если вы покажете Светлана Владимировна Там дальше есть такие карточки Рыжовый Вот наши коллеги Вот прям тот слайд с карточками рыжовой А я сейчас там Есть в конце там такой цветной Ага, в конце Сейчас увидите там Цветные такие 2 квадратика Дальше, дальше, дальше Еще дальше Вот они Значит, карточки рыжовой Которые сгруппированы Коллегиями пользовались В данном наборе представлены опыты и наблюдения Которые помогают изучить и понять природу Это в дошколке Следующий слайд можете показать Да, вот они сгруппированы по следующим темам Да, эти Так, вот они Вода вокруг нас Воздух вокруг нас Камни, песок и глина Ну вы все видите И карточки могут использовать также воспитатели, родители И, значит, все преподаватели даже вот в начальной школе Если ребенок что-то не увидел Вот, и это помогает подбирать опыты, необходимые для решения тех или иных задач Затем, когда детки приходят к нам уже в начальную школу Ну вот, можете показать Сейчас я, по-моему А, вот она, да Вот, дальше Ну вот, ребята знакомятся с начальной школой Да, мы им предлагаем разные интересные эксперименты Растворение соли и сахара в воде Да, растворение красок Глина и почва В отношении их к воде Ребятки радуются, все довольны А затем, вот есть у меня тут такая картинка Когда проходят дни открытых дверей И когда мы дошколку приглашаем Сейчас один момент, я посмотрю Там здесь вот про птичек было Сейчас я расскажу про эту игру, которую проводим с ними Используя ребят А, вот, вот она Вот, посмотрите Вот пригласили дошколят Это их встречают ребята из начальной школы Это ребята старшей школы Которые показывают нам экологическую игру Какую? Ребятки столкнулись с такой проблемой Что многие не знают названия птиц Да, вот, которые вокруг нас Птицы леса, птицы открытых пространств Птицы побережий, да Морских пространств И вот наши девочки старшие Они ненавязчиво составили презентацию Показали внешние особенности птичек Даже подобрали чучела Мы, видите, из наглядного материала Показываем и начальной школе И дошколятам тоже Гостям нашего занятия И в то же время еще девочки придумали Очень интересную вещь Голоса птиц Наложили на картинку Тут еще есть доска Но мы доску не показываем Есть еще интерактивная доска На которой высвечивается изображение Этой уточки И если нажать на уточку То она еще и крякает Да, вот, раздается прекрасный такой звук Ее голосочка И ребятки знакомятся с голосами птиц А потом мы им картинку убираем И ребята определяют Вот так же экологические знания свои Совершенствуют по птицам По экологическим группам птиц Вот, скажем, просто без картинки По звуку определить Что за птичка была перед нами А картинки птички перед этим не высвечиваются Что еще делали? Еще когда я пошла Мне по долгу моей службы работы Пришлось пойти в начальную школу И проводить там с ними мероприятия В общем, уроки проводить Опыты, эксперименты Даже целую серию экспериментов По теме вода, растения, животные Вот вы видите, здесь Я пригласила к себе учеников третьего класса И мы проводили эксперименты по теме В данном случае, вот видите, меня Здесь я им рассказываю про фотосинтез Про дыхание растений И ребятки, видите, у них в руках Не очень крупно, да У них есть цифровые такие лаборатории Архимед В то время школа получила в качестве приза Цифровую лабораторию Архимед И здесь мы изучали с помощью датчиков кислорода И углекислого газа Содержание, соответственно, кислорода И углекислого газа в воздухе, который окружает растения Ну, конечно, вот мы одевали пакетик такой Сверху полиэтиленовый на растения Датчик туда помещали Измеряли уровень кислорода Соответственно, углекислого газа Все измерения фиксировали Специальные таблички И ребятки занимались Потом, когда приходили к себе В основной класс К общему учителю А я вот здесь, как биолог, их развлекала На окружающем мире показывала опыты И там они уже рассказывали О результатах своего эксперимента Это им дало, как бы, понимаете Дополнительные знания Ну, что еще? Проводили в процессе с ними проекты По теме воздух Да, исследований загрязнения воздуха Может быть, видно? Не буду я все читать Как? Ну, суть состояла в том Что исследовали воздух на содержание мелкой пыли Для этого была подобрана заранее методика Собраны листья разных растений Это, как правило, тополя И липы возле школы Во дворе своего дома У автодороги и в парке И перед выполнением работы Ребятки начальной школы Называли нам этапы Изучали инструкцию И затем по инструкции работали И вот все результаты Своей деятельности Они заносили в таблицу Так родился проект Научно-исследовательский проект Который вот, в общем-то, начинался с дошколки А закончился уже вот таким выходом Хорошим, продуктивным В начальной школе Чистый воздух Мы вот назвали его Чистый воздух И исследовали состав воздуха На разных улицах Там Азовская у нас улица Вот рядом с метро Чертанской Севастопольский проспект И сравнили, да, вот Соответствующие показатели Загрязненности и запыленности И ребята первые представления Получили о предельно допустимых Концентрациях О наличии там разного рода Загрязнений в воздухе Вот, в общем, это все было им очень полезно И таким образом Я... Там еще много чего проводится Да, кейс-задания с ребятами Также и анкетирование С помощью прочтения текстов Которые содержат какое-то количество Небольшое нужной информации И ребята делают свои выводы Таким образом, что можно сказать Что если организовывать... А вот ребятки наши Тоже начальная школа, четвертый класс Вот они изучают свойства воды Да, тоже с помощью лаборатории Архимед Прозрачность Органолептические свойства Да, вот Я там с ними сижу Вот у меня Стас Филиппов Саша Лаврик Да, вот я их помню маленькими А сейчас они уже большие ребятки Сейчас уже десятый класс Такие дяди и тети Вот, уже делали свой первый проект Как раз по теме вода Исследования свойств воды Ну и дальше Вот дошло до того... Спасибо большое, Елена Витальевна Я прошу прощения Но коллеги пишут, что все Мы завершаем Сейчас отключим Все, тогда к выводам Перехожу к выводам Один момент Сейчас быстренько Я долго не буду Я поняла В итоге Делаем выводы такие Что если разрабатывать систему уроков С экспериментами, исследованиями Да, насыщать их кейс-заданиями Вовлекать их в проектную деятельность Исследовательскую То это все замечательно Руководит процессом Усвоения системы Научных и экологических знаний Спасибо вам большое Спасибо вам большое За приглашение И коллегам Я надеюсь, это будет интересно Спасибо Спасибо большое всем участникам За то, что вы нашли время За то, что вы поделились Своим грандиозным опытом Потому что это действительно Очень интересные, уникальные вещи О которых вы рассказывали И я просто Сегодня получила массу Столько информации Интересной, познавательной И очень увлекательной Благодарю вас, коллеги За то, что вы были с нами Ну и у нас в гостях еще Если вы позволите Представиться Потому что меня не предупредили Пожалуйста, гость Который, возможно, нам Скажет пару слов И впечатлений О нашем сегодняшнем Семинаре О наших выступлениях О нашей встрече Да, видимо, речь обо мне Уважаемые коллеги Да, да, да Фамилию мы в Майю видите Меня зовут Андрей Леонидович Я представляю Матковский государственный Областной университет Я, безусловно, целенаправленно Ждал наши секции сегодня Потому что я непосредственно Занимаюсь проблемами Экологического воспитания У меня защищена работа Диссертационная на эту тему Поэтому, конечно же Каждое выступление было Как вы правильно отметили Грандиозным по-своему И низкий вам поклон Что вы так все изложили Все грамотно Да, я рад, что наши родные Мытищи сегодня тоже отстояли Мы старались Потому что действительно Наша кафедра дошкольного образования Она проводит большую экспериментальную работу В городах Мытищ Потому что наш корпус здесь находится И так далее Вот, поэтому У меня только слова превосходства И что вы собрали Такие Такие алмазные доклады Поэтому спасибо, Светлана Владимировна За ваше руководство И такие грамотные Нужные слова В нужный момент Так что ждем новой конференции В новом году Надеюсь Питеремся в том же составе Спасибо, Александр Леонидович За то, что вы нашли время И посетили нас Еще бы, да, еще бы не найти Потому что это моя профессиональная деятельность Так что спасибо вам большое Низкий вам поклон Спасибо, коллеги Очень была ваша встреча с вами На этом мы завершаем нашу встречу И надеюсь на еще неоднократную встречу И неоднократные ваши прекрасные выступления И ваши доклады И ваш просто действительно необыкновенный опыт Спасибо вам Спасибо большое Спасибо вам, что пригласили На такую конференцию Спасибо Всего доброго Спасибо До свидания До свидания До свидания Всем спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok